Добрый день! Это такая точка отсечения 1 января, все начинается заново, да, какой-то новый год, новые надежды, новые мечты, какое-то подведение итогов. И вот если, наверное, каждому из нас нужна вот эта вот точка отсечения какая-то, да, которая отделяет то, что было от того, что будет. Потому что все время у нас идет, вот если мы на часы посмотрим, да, они все идут по кругу, то есть мы 12 часов прошло, еще 12-24 часа, недели идут, каждые 7 дней повторяются, месяцы каждые 12 месяцев повторяются. Надо собрать года, они у нас идут линейно, да, там 2023, 2024, 2025. И, наверное, этот праздник есть во всех странах, да, практически, там, за редким исключением. Очень многие, да. Да, и, видимо, это говорит о том, что без этого человечеству сложно жить без какой-то ощущения времени. Что-то меняется, вот. Хорошее время, Новый год, чтобы подвести какие-то итоги, да, посмотреть, что получилось у меня, записать какие-то планы на будущий год, посмотреть, что в этом у меня из предыдущих планах получилось, что нет, какие я выводы хотел бы сделать, что яркого произошло. Это рациональная часть праздника. А есть еще эмоциональная, то, что встретиться с родными, это все-таки семейный праздник, да, традиционно. Обняться, пожелать друг другу чего-то хорошего. Иногда в детстве недооцениваешь эти моменты, потому что кажется, что иногда, ну, что вообще, что-то не то происходит. А потом начинаешь ценить, вот удивительно. В детстве все-таки больше, да, ждешь Деда Мороза, подарков, да, как-то там вот эта часть праздника, а с возрастом уже ценишь другое. И, наверное, у многих меняется вот этот самоощущение праздника, потому что, ну, как дни рождения тоже, да, в детстве, что немножко по-другому, что в детстве, я помню, ждешь всегда вот там последние дни, когда украшать елку, когда вот этот день подготовки, всякий там телевизор смотреть со семьей, да, ждешь 12 часов, то есть какой-то мандраж с возрастом меняется какой-то, наверное, да, по-разному, но скорее, да, у многих людей как-то по-другому это все оцениваешь, что уже больше там каких-то задач, рутин, надо все успеть, то есть, но все равно вот это ощущение объединяет взрослых, детей, и все-таки такой праздник, который действительно объединяет, и люди многие там на площади встречают, радуются, да, обнимаются, фейерверки. Ну, кстати, интересно, я прочитал, что фейерверки все, хотя они недавно же появились, но там петарды, но корни очень древние, да, что... Это порох китайский, да? Да, но не все равно, что именно фейерверки. Для этого они изобрели порох, насколько я понял. Ну, я имею в виду, что так вот массово, да, когда это вот у каждого, да, сейчас есть бенгальские огни, вот это все шум, гам, взрывы, что очень древняя вообще история вот таких, такие традиции, потому что злых духов отгоняли, потому что они вот именно в это время, они выбирали новое место жилья, и чем громче ты, значит, их отгоняешь, кричишь, празднуешь, тем меньше вероятность, что... До сих пор в некоторых азиатских странах ты в храмах покупаешь петарды, есть специальное место, куда ты идешь, взрываешь, и, значит, духов злых отгоняешь. Ну, вот это все, казалось бы, технологии меняются, а как-то мы уже забыли про то, откуда это все возникло, но... А сакральное остается. Да, остается. Так что Новый год, да, конечно, есть атрибуты Нового года привычные, хотя понятно, что та же елка, например, да, это больше все-таки был рождественский атрибут, да, и у нас он стал таким популярным, и все-таки у нас Новый год как-то в общем смысле больше празднуется, во-первых, он раньше идет, да, тут еще тоже важно, вот у католиков, у них все-таки больше рождественские праздники, они называются, да, у них там 25 декабря начинается, и у них больше упор именно на Рождество, Новый год вторичен, да, и поэтому и Мэри Крисмас, да, это, собственно говоря, более популярное, а у нас все-таки Новый год, и вот так получилось, да, но атрибуты общие во многом, да, которые есть в нашем, в нашего празднования Нового года. Причем отдыхаем дольше. Да. Но там тоже сложно, у нас еще и Старый Новый год. Еще дальше. Да, потому что Старый Новый год появился как празднование, связанное с тем, что Рождество православное сдвинуто на 6 января, 6-7, да, и получается, поскольку идет пост перед Рождеством, и Новый год на него попадает, да, получается как бы такая вот противоречия, такой праздник, а так Старый Новый год позволяет праздновать уже после поста, да, то есть, соответственно, когда пост закончился, и можно есть там и так далее разные продукты. То есть, конечно, тут такое историческое наслоение, да, вот Старый Новый год, Рождество, две даты, ну, наверное, стоит сказать, почему две даты, да, почему 25 и 26, что есть два календаря, Григорианский и Ульянский, и наша православная церковь, у нее есть, вот она в английском даже называется, ортодокс, да, ортодоксальный, то есть максимально следующее сложившееся порядок... Я тоже удивился, как по-английски сказать православие, окажется, Russian Orthodox. Да, то есть ортодоксальность это все-таки максимально следование традициям каноническим, да, с минимальными изменениями, и как раз вот неприятие нового календаря и изменение 13 дней привело к этому разделению. Это сейчас мы, наверное, смотря на все, что происходит, вообще, что это разделение, оно оказалось таким эпохальным, действительно так оно не только по датам произошло, да, но вот, казалось бы, следование вот этим традициям, оно привело к соблюдению этих традиций, оно привело вот к такому разделению, что 6 и 7 января, и 25, ну, естественно, вот и старый Новый год, который появился, хороший праздник, такой аксюмарон, называется в литературе, да, старый Новый год, это как живой труп, и такие, да, слова, ну, вот удивительно, но вот так, да. Нам к парадоксам не привыкать. Да, ну, и тем более, что кажется, что каждый этих праздников, он ложится в конву вот этих длинных, больших выходных, вот. Ну, теперь про Рождество. Давай. Что ты знаешь про Рождество? Что родился Иисус Христос 2000 лет назад? Сложно переоценить влияние христианства на современный мир, на этику, мораль, на общем, все, что мы имеем, особенно в западном полушарии, да и на востоке тоже. Конечно, и дата, и начало лета исчисления, все благодаря христианству. Ну, да. И, конечно, такой праздник, ну, первое, да, влияние на западный полушарий, оно же, влияние разное бывает, да, все-таки там христианские ценности, они по-разному влияли, да, были миссионеры, были те, кто пытались развиваться, были крестовые походы, как мы знаем, тоже под этим, то есть это все-таки, да, такое влияние очень сложное, сложные взаимоотношения, большая история очень, но то, что это, безусловно, огромная часть культуры, начиная от древней, да, и, опять же, борьба с языческой культурой, там тоже все очень-очень сложно, и впитывание при этом ее, естественно, как поглощение, как оказывало влияние. Ёлка, это же из языческих частей. Я к тому, что многие очень праздники, особенно такие праздники из длинной истории, они в себя почти вбирают частички различных культур, веяний, религий, и вот здесь тоже так произошло. Да, говорят, что тоже одна из теорий или гибоди, что праздники, вот, там, Новый год, Рождество, там, один из них появился как замена какому-то языческому празднику, там, на колесницах бегали, еще чего-то, это, ну, мы знаем, часто такое бывало, да, что и храмы строились на месте, капищ язычников и так далее, то есть, ну, потому что, как ни парадоксально, переучить человека в какой-то, там, вере, культуре сложнее, чем ему дать замену, которое бы так позволило легко принять то, что происходит. Ну, конечно, Рождество как такой светлый праздник, да, и у него есть тоже, например, традиции, и, конечно, у религиозных людей к нему особое отношение, лучше знаю, да, там, многие вещи, но большинство людей просто воспринимает это как некую хорошую традицию, как и Пасха, да, во многом уже стала частью культуры, да, а не религиозным праздником, и это, наверное, хорошо, потому что позволяет большему количеству людей легче его принимать, да, потому что так или иначе кулич, яйца, да, вот все, все эти атрибуты, они добавляют ему какой-то, ну, такой праздничной торжественности, да, и делают его не сугубо религиозным каким-то таким ограниченным вещами. Ну, и так получается, что традиция любая практически, она приводит к тому, что за нее цепляешься и помогает сохранять семейные узы, эмоциональный настрой, хорошие отношения с близкими людьми, так что... Да, ну, и, конечно, кажется, что, кажется важным, независимо даже от религиозной принадлежности, да, не совсем от религии, чтобы помнить, что основные ценности во всех религиях, они одинаковы, да, и независимо от того, является человек христианином, или он не верит вообще, или у него другая религия, да, все равно общая идея этого праздника, она все-таки в том, что есть некая светлая сущность, да, которая помогает миру становиться лучше, помогает избавиться от грехов в общем смысле, да, и, конечно, с уважением относиться ко всем людям и радоваться тому, что вот, на самом деле, тому, какой путь вообще мы как человечество прошли, и, несмотря на все эти сложности, несмотря на все, неоднозначность мира, да, какой колоссальный путь мы проделали от того, что, грубо говоря... Из пещер. Да, и вышли из пещер, да, и, в общем, так, скажем так, не очень ценилась и человеческая жизнь, и все, да, и вот какой огромный путь, и мы продолжаем его делать, и надеемся, что... Знаешь, продолжим, что этот путь мы прошли, и каждый год мы смотрим, что вот еще один год нашей общей большой жизни. Такой день рождения человечества, да, 1 января мы празднуем каждый год. Человек празднует свой день рождения, так вот и все люди радуются. И, конечно, хочется поздравить всех с наступающими праздниками, пожелать, чтобы в новом году все было хорошо, чтобы сбывались какие-то мысли. Положительные планы, мечты. Да. Ну и, конечно, помнить, что во многом на это влияете вы сами. И как там, на бога надейся, сам не плашай, это хорошая фраза. В одном из новогодних фильмов обыграно была. И очень замечательно, потому что действительно очень хорошая формулировка. Да. Что ты надеешься, ты веришь во что-то, да, что помогает тебе по жизни, но должен все стараться брать в свои руки. С праздниками! Субтитры создавал DimaTorzok